экономия на спичках пардон звоночек да чем мы займемся чем мы займемся нет не помнишь как мэтью макконахи сказал про постоянного клиента он сказал постоянный клиент и потом заплатит вдвое больше как скажет бой я тут такую ступу взял приспособа нормально ну пойдет да или есть какие-то другие мы пользуемся на уровне которые стоят уровне там тоже угломеры же уже угломер на уровне 5 градусов или 27 должно 28 получается по факту 25 это понятно это понятно один капельник и 2 вот от второго отказывается экономия на спичках болгарка режет ну конечно даже безобразие с чем же слой цинка они срезали на кромке вот вижу же следы ржавчины у нас есть видео как резать металлочерепицу несколько способов она будет в описании специально положу по металлу пробовал ей пилить искры не летят цинк не выжигает как будто бы ножницами про мнение она таким тоже можно далее я вообще вручную всегда резал но мне там к крови куда это как бы и специальные ножницы ну правильно же говорю нет да я вижу от стены а вот когда дымоход в решетка попали все четко ну так здесь нормально пройдет фасад же должен закрывать же все вот это так ясно они и ушатают как хотите я вашему распоряжению куда ходите наверх туда по поводу примыкания непосредственно у нас пароизоляции к стене вы как герметиковым можете да вот эти все вещи швы стандартный вариант лучше чем дома на продажу вот это постоянная проблема почему лучше делать крошкам я объясню появляется отделочники сначала там пушки включать и влага пошла и пошла влага пошла проникать уже у нас в пирог ты понимаешь и там туши свет бросай гранату утеплитель из мокры проветривать там тоже им нужно какой-то период все у у вас проклеено сейчас вернемся к той теме она не попадет у вас влага во внутрь вас будет каплями висеть здесь там скапывать единственного правильно она посереет доска но вы можете не амидом обработать она будет белая как новая все это цена потерь знаешь что вы себе обрезали ну как бы вход почему мы отличаемся ты крошек ты хочешь сказать нет правильно ты монтажник вручную вот это крошек моем понимании а вот это все вот она вот это монтаж бы и качественнее и удобнее быстрее у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище в этот раз все бесплатно вот за моей спиной дом который строит фирма можно сказать наши партнеры потому что они вызывают нас на экспертизу кровли уже не первый раз серьезный подход у ребят потому что строят они дома по сути клиентам и видите беспокоятся за свое качество оценку ставлю я здесь 4 с минусом говорю недостатки на что нужно уделить внимание и ребята сейчас будут исправлять момент глобальных ошибок которых нельзя исправить нет все в норме здесь закончили поехали дальше это мы сейчас проверим для СНТ такой дом хороший газ есть да мы приехали в подмосковное старое дачное место здесь я бы сказал для дачи такой шикарный домино строили его долго начинали при советском союзе закончить до сих пор не могут когда закончили уже надо сделать уже ремонт крышу заново появились новые современные материалы зачем была покрыта крыша дому около 30 лет появился соблазн установить на крышу современные материалы да и крыша прохудилась уже пора ее менять здесь до нас была фирма или бригада как говорит заказчик сейчас уже сбежали мы вот остались от них лица я не знаю как расстались но материал остался металлочерепица плохо то что не мы это все мерили заказывали в нескольких листах разные размеры сейчас поднимемся наверх посмотрим как установлена обрешетка не нужно ли ее переделывать металлочерепица с профилем супер монтерей стальной бархат матовый но хорошая металлочерепица все крепкий середнячок такой домино запутаться можно у вас здесь планируется жилой этаж вот это надо понимать не демонтировали обрешетку старую не мембрана я вижу мембран ну так знаешь обыденно моя задача при этом осмотре убедиться что шаг обрешетки выдержан придется разбирать или нет я считаю что до заключения договора руководство организации должно полностью знать о ситуации учесть все подводные камни беспокоит меня вопрос почему отсюда ушли люди а крайнее будем мы тут у вас что-то они начинали бросали начинали бросали все делаем залезли сутки поработали здесь все понятно едем дальше ты говоришь толстого всего прочитал всего войну и мир читал так половина на французском как же ты читал ну там сноски есть перевод конечно не половина но перевод есть конечно а мансардная кровля она состоит там с трех важных вещей чтобы это все ну как бы работал сегодняшний пост выкладывал можете посмотреть я бы еще вам рекомендовал вот водосток поменять допустим на одну часть там лучше вместе с ними а там мы под лепесток верхний слой меняем вы соответственно смотрим что там дальше сейчас посмотрим поднимите вот это мне такое ощущение не зимний лес но вот это на самом деле и там еще что-то а здесь так раз 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 так поехали нам остался конек какой-то 7 50 до 8 7 и 5 50 вот прошло 8 лет посмотрите даже не видно какого цвета черепица здесь видно что она цвет красный а здесь в под мхом даже не определишь какой цвет есть средства химические которые отмывают снимают мух но в кровли в полно недостатка в дом строился на продажу предстоит ее полностью демонтаж и ремонт чем мы займемся здесь все померили посчитаем смету вышлем сделаем проект поехали дальше да у вас там все отделано в доме примыкание да ну конечно ляп такой конкретный сто процентов даю вот он протекает это делается не так ребята именно такое сопряжение с таким материалом не годится вот она в том году прямо съехала ну получается той позапрошлой зимой ну я видео засниму прощупал там еще важно пароизоляция нижняя сделал выборочно вскрытие в той зоне где наиболее беспокоит заказчика протечки прогноз не утешительный нет контрабрешетки гидроизоляция d сделано она требует двойную систему вентиляции и отсюда и снизу здесь сплошной настил я чувствую сплошная брешетка это уже тянет на полностью капитальный ремонт крыш влага она здесь есть присутствует и свежая период таяния снегов перепад температур конденсат людей мучает и течет в помещении по внутренним стенам новую крыша приедет короче в результате конденсата тоже причина бедствий в этой зоне снег накапливается глыба подтаивает естественно он продавливает крышу труба из-под котла непонятно надо и выводить вот такой неутешительный прогноз еще одна проблема в период таяния снегов с этой стороны слетает снег сильно и съезжает прям черепица крайние два ряда там триск глыба за собой таскивает постоянно возвращают ставят обратно сейчас даже видно они смет с места сдернулись надо восстановить переделывать надо ну что сказать но что сказать устроены так люди желает знать желает знать желает знать что будет ремонт будет здесь на этом объекте малой кровли обойти не получится полный ремонт кровли поехали в следующее место